Всем привет! Вы на канале CryptoComments и в сегодняшнем видео мы посмотрим на графики замечательнейшего нашего коллеги и бро, криптогуру и аналитика Бенджамина Ковена, который вот прямо над моей головой вот улыбается сейчас, потому что, знаете почему? Потому что это его канал. И посмотрим мы, соответственно, не на гриненной графике, а на графике Бенджи. И вот, собственно, какие графики я хотел вам сегодня показать. Это свежее видео Bitcoin on-chain аналитика HODL-волны. HODL-волны – это очень интересная метрика, которая показывает нам действительно долгосрочные движения или перемещения биткоинов на крупных и не очень кошельках. Давайте посмотрим. И если вам нравится криптоконтент, то не забудьте сходу, с пылу, с жару вмочить лайк и подписаться к нам на каналчик, на колокольчик, чтобы не пропускать следующие замечательные выпуски, друзья. Вот. И погнали, собственно, сразу к делу. Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине и будем обсуждать HODL-волны. HODL-волны попросту дают вам возможность взглянуть на поведение различных типов инвесторов. Есть люди, которые зависают несмотря ни на что и любят держать биткоин долгие периоды времени. И есть люди, которые просто появляются во время фазы мании. И можем их изолировать в долгосрочных и краткосрочных HODL-волнов. Вот описание, если хотите, можете почитать. Если мы изолируем краткосрочных держателей и долгосрочных держателей, краткосрочные в этом случае определяются, как любые, кто держит биткоин в кошельках, 6 месяцев или меньше. 6 месяцев или меньше. И что можно заметить, это то, что во время фаз мании или вершин рынка, иногда это вершина середины цикла, но вы увидите в фазу мании и в этой фазе мании процент краткосрочных держателей, которые держат биткоин, растет. И по сути, что происходит, это долгосрочные держатели, люди, которые усредняются в биткоин годами. Они начинают продавать по мере роста цены. И они продают людям, которые хотят прийти и купить, когда он идет в параболе. И вы видите пики в 2013, 2011, 2017 и также в 2021. Вторая вершина в 2021. Мы не видели всплеска ритейла интереса. Вот почему многие говорят, что вершина апреля – это настоящая вершина. У меня смешанные чувства на эту тему. У меня даже много моих индикаторов, которые я разработал, говорят, что апрельская вершина была более значительной. Но в конце концов, я также фундаментально верю, что движение цены – король. Индикаторы дают идею происходящего, но в конце концов движение цены – это король. Это значит больше для меня, чем индикаторы. Движение цены – в итоге то, что важно, а не индикатор. И в конце концов, как я много-много раз повторял, все модели неверны. Нет ни одной модели, которая будет ультимативно, корректно и будет выдерживать тест времени вечно. Все модели неверны. Некоторые полезны. Это цитата, это выражение. Все модели неверны, некоторые полезны. Так что имеет смысл думать так. И думать, что модель предоставит взгляд, но не скажет точно, что произойдет. Эта модель, скажем, краткосрочной ходу волны, дает взгляд и говорит, что апрель 21-го был вершиной. В конце концов, если вы просто продали все свои биткоины здесь в апреле 21-го и следующий год-два, ничего не делали, у вас все в порядке. И в прошлом цикле, как я говорил ранее, биткоин, который я продал, я продал в первый пик. Было довольно много. Я говорил на премиуме, это было 87% тогда. Но вторая вершина была крученым. Ни один из индикаторов не говорил, что это значительная вершина. И что я сделал, чтобы помочь с этим в будущем? Это мы разработали социальный риск, который кричал в области 0.9-1 риска на этой второй вершине. Так, друзья, а также еще я вам спешу сообщить, что на бирже Gate крышесноснейшее состязание специально для CryptoCommons, друзья. Summer Challenge, оно называется, собственно, это соревнование. В чем его фишка? Минимального порога входа вообще нет. То есть торгуйте хоть на 100 баксов. Понимаете? А призы, смотрите, какие. Первые три приза это айфоны 15-ые. Ну, то есть вообще капец круть. И плюс еще вот с 4-го по 20-е призы это в общем и целом 2500 USDT разделенные. То есть там по 200, по 100 USDT также призы всем тем, кто займет с 4-го по 20-е места. Теперь внимание, ребята, в акции могут участвовать только те, кто зарегистрировался по реферальной ссылке CryptoCommons. Поэтому предложение актуально именно для тех, кто еще не зарегистрирован на бирже Gate. Или кто еще не зарегистрировал на ней свою жену, маму, собаку или кошечку. Или соседку. Это тоже, кстати, можно делать для тех, у кого уже есть KWC. Но кто хочет поучаствовать именно в нашем. Торгуем, как обычно, на всех USDT M парах, на фьючерсах. Собственно, весь PNL идет в зачет. Так что торопитесь успеть добавиться. Переходите по ссылочке в описании. Еще 16,5 дней длится этот турнир. Ребята, уже 8 человек добавилось. Уже 14 тысяч USDT торговый объем. И это я еще лично даже не начал торговать. Да, вот видите, у меня мой объем торговли фьючерсами 0. Так что я побежал торговать. А вы тоже время зря не теряйте. Переходите по ссылке и добавляйтесь. Это мы разработали социальный риск. Который кричал в области 0.9-1 риска на этой второй вершине. Это был уменьшенный максимум. Но все еще много социнтереса. И это показывает, что социальный интерес был ниже, чем в апреле 21-го. Это уменьшенный максимум. Попросту цена выросла. Но не было достаточного объема розничных инвесторов, которые бы послали цену выше. Я просто подумал, что это было интересно. Посмотреть на это. Это была одна из моделей, которые были разработаны. И за этой двойной вершиной в 2021-м. И мне кажется, что социальный риск был очень полезен для понимания, например, движения биткоин пара альткоинов. Но да, если вы посмотрите на краткосрочных холдлеров, вы можете видеть, что был всплеск. Вот здесь. В районе Халвинга. Но он не такой большой, как, например, как те, которые мы видели ранее. Сложно понять, сравним ли он с этим. Или может быть, он более сравним с тем, что мы видели в 2019-м. Когда было пару всплесков вот здесь. И потом они в итоге как бы растворились. Это интересно, потому что вы можете видеть, что он довольно сильно вырос. Но он ушел в плато в апреле и не двигался с тех пор. Он в основном шел вбок. Был небольшой всплеск в конце мая. Но в целом он шел вбок. И если вы посмотрите на обратное, на долгосрочные холдл-волны. Вы увидите в целом, что долгосрочные держатели продают в эти параболические ралли. Вот почему холдл-волны идут вниз и начинают опять расти. Когда мы входим в медвежий рынок. Потому что люди обратно начинают аккумулировать биткоин. Который они продали в параболу. Здесь вы видите, что то же самое произошло в 2021-м. Была небольшая распродажа здесь. Нет отрицания. Это суть ончейн данных. И многие, мне кажется, выучили этот урок сложным путем в 2021-м. Очень много людей постили эти ончейн индикатора и говорили, что все бычье. И одна из вещей, которые я сделал из-за этого. Потому что сложно иногда смотреть на индикатор. И говорить, бычь он или медвежий. Потому что ваша предвзятость сделает так, что вы будете думать, что рынок будет делать, как вы ожидаете. Если вы настроены по медвежьей, вы будете искать медвежьей причины, почему индикатор не выглядит хорошо. Или если вы настроены по бычье, вы будете говорить, что индикатор выглядит отлично. Чтобы это компенсировать, у нас есть ончейн риск. И ему плевать, что вы думаете ли, что думаю я. Он просто смотрит на исторические данные. Многих ончейн графиков нормализует их производительность между нулем и единицей и говорит, где риск. Вам не нужно знать. Вы просто оставляете свою предвзятость за дверью. Итак, возвращаясь на долгосрочные ходл-волны для биткоина. Вы можете видеть, что на вершине долгосрочных ходл-волн они достигали 79% в конце 23-го. А потом, когда биткоин пошел параболически в начале 24-го со спот-этф, вы можете видеть, что он упал с 79% до всего 71%. И если вы приблизитесь, вы можете явно это увидеть. Вы можете это разобрать еще глубже. Если вы хотите посмотреть на, скажем, на людей, которые держат от 1 до 3 месяцев, вы можете увидеть всплеск недавно. Если вы хотите посмотреть только, скажем, на 1-2 года, можете увидеть интересные тренды. Не так очевидно, когда на это таким образом смотришь, потому что мне кажется, что можно найти доказательства, чтобы поддержать многие взгляды. Но если вы посмотрите на этот цикл, вы можете видеть, что дно образовалось прямо во время образования вершины. Здесь дно образовалось сразу после вершины. И вот здесь оно образовалось вот здесь, на второй вершине. В ноябре 2021-го. И опять же, это очевидно только глядя назад. Сейчас у нас дно или есть место для движения. Но это графики, которые вы можете использовать. И подумать, образуется ли дно или будет ли продолжение движения вниз. Еще одна интересная вещь. От этого цикла до этого цикла увеличенный минимум. Может быть, вот это будет тоже увеличенный минимум. Противоречит, конечно же, цикл 13-го. Он был выше. Итак, ребята, что мы поняли с вами из этого видео, что опять ничего не понятно, да? Напишите в комментариях, пожалуйста, что вы из этого поняли, какой сделали вывод вы. Я могу сказать, что меня лично настораживает то, что мы здесь нарисовали якобы вот это вот разворотное дно. Но, да, как это было, как уже Бенджамин вам показал, на всех предыдущих пиках цикла мы рисовали вот здесь дно, вот здесь дно. По, соответственно, по тем биткам, которые удерживаются в разрезе от 1 до 2 лет, не перемещаются никуда. То есть, в принципе, вот это как раз сигнализирует о том, что, может быть, если это не глобальное, то хотя бы локальное, но вершина. Понимаете, может быть. Вот, с другой стороны, это точно ничего нам не гарантирует, и это может также оказаться промежуточным дном, как это было вот здесь вот. И мы все-таки пойдем еще вниз по накоплениям монет, соответственно, и вверх по движению цены. Напишите, пожалуйста, свой в комментариях вариант, как вы думаете, что нас ждет в ближайшем будущем до конца этого года, например, с ценой биткоина и альткоинов. Вот, а у нас с Бенджи на этом все, но очень скоро будут новые видео, и также у нас стрим сегодня с Крипто Антоном. Чуваки, которого все должны тоже знать, месье Псе, придет сегодня к нам на канал Крипто Комманс и будет с вами говорить от лица мем собачки. Вот, и обязательно ставьте лайки, не проходите мимо, подписывайтесь к нам в телегу, что еще сказать, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо, профитроли, и скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok